Медитация Чувствуем себя удобно. Сядьте удобно, скрестите ноги, сложите пальцы и теперь закройте глаза. Не разговаривайте. Не произносите мантры. Просто расслабьтесь. Полностью расслабьтесь. Когда мы скрещиваем ноги и пальцы, образуется энергетический круг, который дает нам больше устойчивости. Глаза — это двери к нашему разуму, поэтому они должны быть прикрыты. Наши мысли — это деятельность нашего мозга, поэтому желательно остановить их. Когда наше тело расслабляется, наше сознание переходит на другой уровень — уровень высшего разума и мудрости. Разум — это не что иное, как масса мыслей. Новые мысли постоянно появляются в нашем разуме. Когда мы соединяемся с высшим разумом, мы получаем ответы на любые вопросы. Чтобы подняться над разумом, необходимо следить за дыханием. Созерцание — это познание себя, поэтому мы должны наблюдать за дыханием. Не сосредотачивайтесь на вдохе и выдохе. Пусть дыхание происходит само по себе. Просто наблюдайте за ним. Это — основа. Это — путь. Не вникайте в вопросы, мысли. Прекратите думать. Возвратитесь к дыханию. Наблюдайте за дыханием. Будьте со своим дыханием. Со временем количество мыслей уменьшится. Постепенно дыхание становится редким и коротким. В конце концов, дыхание становится практически незаметным, и образует вспышку между бровями. В этом состоянии дыхание и мысли отсутствуют. Это состояние называется нирвана. Или состояние без мыслей. Это состояние медитации. В этом состоянии мы пребываем в потоке космической энергии. Чем больше времени человек проводит в медитации, тем больше космической энергии он получает. Эта космическая энергия протекает через энергетическое тело, которое также называется эфирное тело. Энергетическое тело состоит больше, чем 72 тысяч на день, или энергетических каналов. Они начинаются в области головы. Область темечка называется сахасрара чакра. Эти каналы распространяются по всему телу, как корни и побеги растения. Энергетическое тело содержит в себе информацию о нашей жизни. Энергетическое тело является основным источником всех наших действий и поступков, и даже нашего существования. наше энергетическое тело получает универсальную космическую энергию во время глубокого сна и медитации. Мы используем эту энергию для деятельности нашего тела и разума, когда мы видим, говорим, слушаем, думаем. Все эти функции выполняются благодаря поступающей космической энергии. Поток космической энергии непосредственно зависит от наших мыслей. Когда мы думаем о плохом, поток космической энергии блокируется. Другими словами, такие негативные мысли являются камнем преткновения для потока этой энергии. Когда поток космической энергии уменьшается, энергия в каналах исчерпывается. Это истощение приводит к образованию эфирных нарушений в энергетическом теле. Эти эфирные блоки постепенно приводят к различным заболеваниям физического тела. Другими словами, основной причиной всех болезней является недостаток энергии в энергетическом теле. Во время медитации мы получаем непрерывный поток космической энергии. Она протекает по всем энергетическим каналам энергетического тела, очищая и наполняя их. Следствием восстановления энергетического тела является очищение и исцеление тела физического. Когда энергия протекает через сахасрара-чакру, мы ощущаем тяжесть или другие ощущения в области головы или во всем теле. Когда энергия очищает энергетические каналы, у нас может появиться ощущение зуда или ощущение боли в данной области. Иногда мы можем испытывать боль в разных частях нашего тела. Но не следует принимать лекарство для снятия боли. Она исчезнет, когда космическая энергия, полученная во время медитации, очистит и наполнит наше тело. Космическая энергия освобождает наше тело от физических и умственных заболеваний. Субтитры создавал DimaTorzok